Фестивальная Дом 2 Фестивальная Дом 2 Фестивальная Дом 2 Еще недостаточно горячие батареи, недостаточно горячий стояк, но управляющая компания постоянно занимается этими вопросами. Стараемся моментально реагировать на замечания жителей. С их помощью, я думаю, дом в зиму войдет нормально. Вместе с главным инженером ДУ-6 поднимаемся на второй этаж. В квартире Вавилкинах тепло. Это видно по легкой одежде ребятишек, которые нас встречают. Вы когда вам дали тепло? По-моему, в пятницу как раз и дали. В пятницу было какое? Девятое? Конечно, лучше стало. Лучше тепло. Можно было уже спокойно вылезть под одеяло, не бежать в ванну, греться, включать колорифер, который здесь и так опасно включать, потому что может сгореть проводка. Вот так вроде все, да, тепло. Именно на тепло жалоб нет? На тепло нет, не жалуемся. Спускаемся на первый этаж. Людмила Травкина в шерстяных носках. Интересуемся, холодно? Хотя сейчас у меня окно открыто, потому что все-таки на улице тепло, и в квартире более-менее тепло. А зимой будет очень холодно. А вот сейчас, когда тепло дали 9-го числа, вот сейчас… Сейчас я начинаю просушивать обувь всю, потому что она вся в плесени. Я ее вытаскиваю из гардероба, и вот на батареях у меня все разложено. Потому что лето было тоже влажное, и сырость – это была страшная в квартире. Перебои были с отоплением? Вот сейчас нет пока. Ну, пока не было перебоев. Ну, там будем смотреть. После завершения реконструкции котельной ситуация с теплом должна измениться. На это надеются и жители соседнего дома по улице Фестивальной. Во всяком случае, с 9 октября ситуация с теплом большинство из них устраивает. Согрелись? Конечно. Сразу воздух совсем другой стал. А сейчас вообще хорошо. Прямо вот раздетый иногда сплю. Ждали, ждали, дождались. Ну, сейчас нормально, хорошо. Сразу ожили? Да. Да, да. Очень хорошо. Процесс наладки в квартирах и стояках продолжается.